В зале 22 представники туристической индустрии Польши, в гости из Лодзи, Варшавы и Белостока. В прошлом году туристская рекреационная зона Брест без виз наведала 18,5 тысяч человек из 55 стран. А маль 70% из них – поляки. Свой уклад уносят информационные центры, созданные в соседней стране, которые знакомы с мягчимостями белорусского без виза. Сейчас означают представники туристических фирм, которые не больше работают с Гродно, а ли зацикавлены поширысь горизонт взаимодействия. Мы немножко знаем Белоруссию, немножко знаем окрестностей Бреста, но когда сам человек глазами своими увидит, так лучше потом продавать эти продукты, которые в себе имеют посещение тут и Бреста, и окрестностей. Цикавость до города у замежных гостей наглядно демонструють гостиницы. На майские святы Амаль все забронировано. Есть попыт и на лето. А в год миллениума, завираясь представники Улады, Бреста есть чем удивлять. У святочных календарей коля двух тысяч мероприемств. Мы видим, что уже по этому периоду у нас количество безвизовых туристов утроилось. Это загрузка наших гостиничных площадей, соответственно, это наш общепит, соответственно, наши музеи. То есть выигрыши остается город однозначным. В прошлом году мы заработали на туристических услугах, а если быть более правильным, мы оказали туристических услуг на сумму в эквиваленте 3,5 миллиона долларов США. Подтверждают взрос туристической активности и представники Брестских турфирм. Вот говорят, и что поляпшать. До приклада, створить больше удобную для гостей инфраструктуру. Но еще большие перспективы бажать представники туриндустрии в объединении двух безвизовых зон – Бреста и Гродно. Хотелось бы зону расширить. Тогда еще более будет регион привлекателен. И, безусловно, объединить ее с Гродненской зоной. И вот это Гродно-Брестское приграничье было бы еще более привлекательным для безвизовых туристов. На сегодняшний момент на уровне министерства очень плотно рассматривается проект указа по объединению двух зон. И практически уже проект указа подготовлен. Мы сегодня ходатайствуем, выходим с инициативой, чтобы еще три района – Кобринский, Березовский и Ивацевичский – были добавлены в эту туристическую зону, объединив два региона – Брещену и Гродничену. После состройства польская делегация наведалась одни будня Муцевича под Брестом. В дальнейшей программе – знакомство с историко-культурными каштонностями в Каменецком, Пружанском и Ивацевицком районах. Огляд гостиниц и агротуристичных комплексов. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, Телерадио, компания Брест.